Всем привет, с вами Дарк и Даша правительство всё убирает и убирает. Это, короче, веб-мания, ребят. А эта хуйня висит, потому что я для вас свой номер закрыл. Чтоб деньги не пизданули в 2022 году. Из-за нашего ёбаного президентика. Везде санкции доложились. Вот. Ну и не только из-за нашего. Вот. Короче, ну наш, в принципе-то, начал эту хуйню. Вот. Это говорит о том, что... Сами почитайте. Заблокировали. Короче, из-за этого хуйню можно было объебать и купить, я говорю, в любую игру в стиме. В любого региона. Видите, что он пишет. Если я, короче, сейчас поменяю, я объебу эту программу. Типа я поменяю, что я живу. Типа российные, наверное, из списка нахуй убрали. Из Ватмана, я думаю. Поэтому он эту хуйню и пишет. Сейчас попробуем поменять страну вообще на другую. Типа там... Казахстан или чё-то такое. Сейчас пару сек. Потому что, блядь, сейчас деньги все ебут. Денег нет в России. Вот. Из-за наших ёбаных бункеров российских. Поэтому вот такую хуйню пишут всякую. Потому что валюта-то падает, падает. Нас все нахуй, похоже, послали. Вообще все нахуй послали. Вот. Из-за нашего ёбаного дебила. Когда я решился поиграться. За 4 года отдыхал и решил поиграться в войдушку. Вот. Из-за этой войдушки наша страна, Россия, как бы пиздец достал. Из-за станции и всему на свете. И геймерам, и всем прочим. Вот. Из-за наших ёбаных... Долбоёбиков. Вот. Вот это, почитайте, замечательная лекция. Сейчас попробуем кое-что ещё сделать. Привет. Я поменял, короче, свой номер. Ну, я думаю, ничего не произойдёт. Потому что это охуйня опасная. Потому что у меня там все эти... Во-первых, у меня номера нет в другой стране. Чтоб я мог, блядь, с этого номера войти, как бы, на этот сервер. В данный момент я там какую-то поставил, короче. Короче, вот эта вот долгая хуйня крутится, ничего не происходит в России. Всё, ёбаный Роскоднадзор ёбаного президента заблокировал. Это можно было объебать, чтобы игру купить. А в стиме мне надо, по крайней мере. Мне больше эта хуйня не нужна. Я там не бизнесмен, больше... Зачем мне эта хуйня нужна? Мне надо, чтобы не деньги вложить. Другой есть способ лучше. В стим деньги вкладывать, по мне так. Вот. Ну, на кошелёк стима. Как вы знаете, что в этом... Как его... Вот в этой хуйне теперь вообще денег нету способа вложить. И купить игру. Посмотрим, что будет, если он выйдет. Может, в России. Типа это... Если она будет доступна, вторая часть. В России тогда-то да. А если она не будет доступна, я думаю, будет скандал от геймеров, кто живёт в России. Как, блядь, я не могу Overwatch 2 купить. Ну, это ладно. Вот. Такие дела. Ну, а эта херня помогала раньше объебать и купить игры из другого региона. Вот. Ну, теперь, как видите, нихуя. Не помогает. Отправь, типа, селфи, говорит. Какая-то хуя была. Я раз этот, ну... Мне пришло вот эта хуя, короче, в интернете. Отправь какое-то селфи, и что-то ещё было написано. Что? Я такой, ну, нахуй. Отправлять селфи, блядь. По телефону. Какие нахуй селфи отправлять? Мне надо всего лишь эта хуя, я используюсь, чтобы, блядь, вот, купить игру, ну, не знаю. Ага. В стиме любую японскую игру, которая мне нужна. Ну, да, вот, к примеру, вот эта вот. Я хочу купить эту, например. Вот. Хочу купить её. Видите, нет покупки. Ну, как-то странно, кнопки нет покупки, но она, как бы, есть в России. Вот, как бы, она есть, но покупки нет её. Хочу купить, что, блядь. Эээ, ну, кнопки купить её, нету, как-нибудь. Чтоб я её купил. А, если я, например, сейчас наберу, например, Rise, там вообще напишут эту хуйню. Ээээ, рай... Ээээ... Ну, монстр... Хэээ... Хэээ... играть а вот которая как бы просто райс уже которая вышла он пишет ой ваша недоступна региона тоже вот но невозможно загрузить информацию об этом параменте в общем все нахуй заблокировали наши ебаные будки российские кто живет в россии я думаю будет скандал когда overwatch выйдет что в него блять нельзя будет поиграть из россии это пиздец короче и потому что его нельзя будет купить я например в этот как говорит black desert я например в это говно не играл свое время я вообще сейчас не хочу вот в этом вот в этом вот играть чтобы заработать какую-то виртуальную оружие а там где-то как они гилда блять называется и вот этой гилдой ты сможешь блять типа вложиться на кошелек блэд дизерта типа того но это не точно блять у кого есть гилда попробуйте это не факт типа это кто затрачивался а я в свое время в эту хуйню не играл вообще когда она была популярная игра я в нее вообще не дрочился еще надо делать кто не дрочился в эти игры а вот вы вверх я дрочился я хочу вторую часть overwatch его также протестировать и все такое прочее как стример overwatch я все хочу про overwatch 2 узнать хули мне нельзя из россии его стриме это скандал нахуй я могу overwatch 1 конечно играю нахуй его overwatch 1 я хочу 2 блять также тестировать тут тестировать я уже не протестировал эту версию я жду блять overwatch не с терпением вторую часть хочу играть в нее блять и мне нельзя из россии в нее играть что блять вы бункера до делал то ёбаный наш бункер ёбаный российский это пиздец санкции везде наложил блять и какой-то я чё байда даже сам не знает ну не говорят не в новостях нигде почему украина ебанулась и а почему помимо украины на нас еще санкции везде наложили блять ну не только блять там украина потому что ничего блять только украина делает игра обычно почему-то японские игры в россии недоступны в стиме по санкциям вот ни одна японская игра нахуй в россии недоступна в стиме что блять некоторые игры из-за наших ёбаных валют теперь нам предлагает которые даже доступны по 3 600 но это я вот это вот имею ввиду игру которая но охуенная в чего-то стоит поиграть но это просто не вышло она еще выходит но думаю вот доступна в нашем регионе так вот это вот игра но она стоит дохуя а при этом денег еще нету в ярославле но это у меня в ярославле тюжет москве напишите есть у вас там работ или нет наверняка есть так вот вот это вот игра она стоит 3 645 остальные японские игры которые я хочу поиграть они не доступны в россии просто вот это тут гиперпанк он тоже недоступен у меня есть я могу в него играть потому что я его купил когда он изначально вышел и играл него вот этот у меня доступен не повезло при этом нас никто не предупреждал нихуя просто как ножом ёбнули спину всем игрокам на сука ёбаные игроки в россии мы вам ничего не скажем они писали что-то типа что с кошельком что-то не то а на самом-то деле произошло не то с этими с картами российскими пизда случилось вот и все блять кто российские геймеры не играйте а мы вам все перекроем росгет надзор работает блять денежки к себе в карман просто так убираем не вы нахуй работу скоро перестанете я думаю я бы вас закрыл ки-дебе не фене вот этот компании чтобы она ничего не блокировала и все и все будет хорошо это мы многие геймеры согласятся что их нахуй надо закрыть чтобы они там больше на своем месте не работали дай а тут у нас все крутится закрываем короче эту хуйню пусть дальше крутится вот такие вот дела блять